С первого взмаха крыла в далёком 1947 году наш взгляд устремлён ввысь, а сердце требует полёта. Через труд мы разожгли такие искры, что потушить нельзя. Бессильно даже время. Год за годом наше пламя разгоралось всё ярче, образуя тот факел, который все мы сегодня знаем. Первоначальный образ огня, вырывающегося из сопла ракеты, стал для многих воронежцев путеводным символом, с которым не страшен ни один туман. А ведь, чтобы стать крылатым, нужно лишь стремление к полёту. С этим ли напутствием Юрия Алексеевича или же без него, в символичном 1961 году в белорусском городе Жодино была запущена своя ракета — футбольная, будущая торпеда «Беллаз». Интересно, знают ли жодинцы, что именно специалисты Воронежского конструкторского бюро химавтоматики сделали двигатель третьей ступени для корабля «Восток-1», на котором Юрий Алексеевич Гагарин и совершил свой первый полёт в космос. Помимо известного, пожалуй, каждому воронежцу Семёна Козберга, большую работу в тот период проделал талантливый конструктор Александр Конопатов, в будущем главный конструктор Воронежского бюро. Именно по распоряжению Александра Дмитриевича в Воронеже на улице писателя Маршака приступили к созданию футбольного стадиона. В 1986 году на Новом Газоне сыграли впервые футбол сборной цехов КБХА, а ещё через три года там появилась первая трибуна. Спустя 35 лет в 2021 году при участии белорусских партнёров стартовала реконструкция стадиона «Факел». Сейчас же все поклонники футбола могут оценить проделанную работу в антураже реального матча «Факел Торпеда Белас». И пусть наши команды играют в разных лигах, но наши пути очень похожи, ведь на большие футбольные свершения нас вдохновило стремление человека к движению вверх. Нас вдохновляет полёт мысли, полёт фантазии, реальный полёт к звёздам и полёт меча. За прошедшие годы мы достигли определённых вершин, но вместе с тем знаем, что наш исторический полёт только начинается.